Вы сталкиваетесь с проблемами при заказе еды в сервисах доставки, уверен, что даже ест и пользуетесь ими, и часто хотя бы раз получали прилипшую или размазку по всей коробке пиццу, страны на вкус сушили или ледяной суп, который доставлялся по 2 часа вместо заявленных 20 минут. Все это результаты массы обстоятельств и форс-мажоров, которые выливаются для заведения в один единственный фактор – пользовательскую оценку. В большинстве сервисов доставки практически вся лента пользователей пестрит сотнями заведений с практически идеальным рейтингом – от 4,5 до 5 баллов. Кстати, я не верю в то, что у некоторых магазов слишком, ну, типа, такой завышенный рейтинг. То есть, какого хуя у Бургер Кинга там рейтинг под пятерку? Это же параша. Ну, я причем, знаете, говорю это не как в меме Бургер Кинг говно, а просто потому, что Бургер Кинг действительно скатился. Ну, по крайней мере, вот в Москве вообще по вкусу говнище. Вот правда, я, ребят, говорю, говорю как человек, который раньше постоянно кушал в Бургер Кинге. Ну, правда, он стал хуже. Я не знаю, то ли там, возможно, что-то поменяли, может, мясо стали какое-то другое привозить, может, булки поменяли, я не знаю. Но он реально стал невкусным. То есть, я там постоянно заказываю анус шеф-бургер, ой, ангус шеф-бургер, и он стал говном. Я раньше его обожал, ребята. Я его, даже, наверное, помните, ребята, раньше я вам советовал всем, я приходил на стрим, говорил, ребята, попробуйте анус шефа. Ну, все мы понимаем, что это лишь вершина айсберга, ведь всегда существуют те самые рестораны, рейтинг которых отобьет любое желание сделать заказ. Согласитесь, даже средняя оценка... Ой, ангус шефа, блять. ...ниже 4 уже является тревожным звоночком. Что уж говорить о настоящих бриллиантах с рейтингом 3 и даже ниже. Да-да, такие тоже существуют. И сегодня я решил изучить этот странный, ну, довольно интересный мир худших ресторанов с доставкой еды, согласно пользовательскому балу. Оценим сервисы еду, попытаемся понять, за что эти рестораны заслужили такие оценки от своих клиентов, правда ли, что подобный рейтинг формируется только за счет качества пищи, или же мы столкнемся с еще множеством факторов, которые превратят обычное желание быстро утолить голод в настоящий ад. Рассмотрим и изучим дно ад. Я, на самом деле, самое... Вот, конечно, сейчас вы охуеете, но я думаю, вы согласитесь с этим, кто заказывал. Самая лучшая доставка, если у вас есть, это из теремка. Там дешево, быстро, но если вы рядышком живете, это просто офигенно. Заказываешь гречку с курочкой, на. Я хотел что-то новое, картошечку с котлетками и, там, не знаю, чесночный соус. Поняли, о чем я говорю. Но это круто. Вкусный точка, в принципе, неплохо. Но вкусный точка сейчас, на самом деле, можно есть только вот... Только один этот... Не Big Special, а это Big Hit. Ну, то есть, Big Mac старый. Big Special, а Big Tasty стал просто говнищем. Я не знаю, его есть невозможно. Прямо тоже вот в этом плане Макдональдс тоже подскатился. Big Special стал каким-то говном. А KFC... Ну, KFC я особо никогда не делал, поэтому ничего сказать особо не могу. Айсберг от доставок, на котором можно погрузиться только в качестве эксперимента. Сколько времени и денег мы потратим, и самое главное, сумеем ли мы избежать отравления. Прости, господи. Добро пожаловать в мир ресторанов без отзывов и с рейтингом ниже от 3. Я пытаюсь вспомнить, от чего я отравился в последний раз. А, я вспомнил, что я отравился. Знаете, от чего, ребят? От шоколадницы, сука. Причем с Нелли вместе. Это вот такой, знаете, самый, казалось бы, нормальная кафешка в Москве. Ну, такая средняя по стоимости. Везде находится, доставка всегда быстрая. Отравились шоколадницы? Ох, балов. Приятно. Чем траванулись? Именно, ну, короче, я предполагаю, что от Бифстроганова. Потому что мы немножко разные заказывали в целом. Но единственное, что у нас совпадало, это Бифстроганов. Так что, либо все было просроченное, либо только это. По просмотру. Итак, сегодня нас ждет немного необычный, но довольно забавный ролик. Для начала мне стоит вас немного подготовить. Вести, так сказать, в обширный лор странных доставок. В сети можно найти множество статей о том, как формируется и, в принципе, работает рейтинг ресторанов. В списках есть большой перечень понятных и очевидных советов, в которых должно придерживаться каждое заведение для поддержания высокого балла от пользователей. Качественные продукты, быстрая доставка, промо-акции, программ-компенсации, дружелюбный фидбэк в случае проблем. Все это очевидно, но среди материалов можно увидеть и более хитрые советы. Конкурентов много, рынок забит, в топ попасть сложно. Поэтому всегда есть проверенный рабочий способ. Накрутка. Да, чтобы вызвать повы... Ну, вообще, на самом деле, я прекрасно понимаю, почему они используют накрутку. Потому что, давайте будем честны, когда нужно поставить хорошую оценку, мы всегда жопимся. Но когда нужно поставить единицу, когда нужно повыебываться, мы, сука, в первых рядах всегда. Повышенный интерес и быть конкурентоспособным, некоторые давно открывшиеся рестораны накручивают десяток другой оценок и хвалебных отзывов. Такой способ помогает сыграть на опережение будущего негатива и смеслиться с сотнями других ресторанов. Но пользуются таким методом далеко не все. Поэтому найти ресторан с оценкой на уровне 3,5 балла вполне реально, особенно если он только недавно был добавлен в агрегаторы доставок. Интересный факт, но накрутка это не единственная проблема сервисов доставки. Они довольно часто сталкиваются с ресторанами-клонами, которые создаются с целью перебить похожее заведение с практически идентичным меню. Такая проблема возникает среди ресторанов с довольно простым неймингом. Например, если заведение называется просто хинкали или шаурма. Бывает и другая ситуация, когда все происходит ровно наоборот. Владельцы ресторанов сами создают множество карточек-клонов, в приложениях доставки представляя один и тот же ресторан под разными названиями. Все это создается только ради того, чтобы они отображались как в можно большем количестве категорий. В общем, мир доставок не так уж и прост. Люди пытаются выделиться любыми способами. Погружаемся в эксперимент, цель которого найти тех, кто выделяется максимально невыгодно. Худшие рестораны Москвы и Санкт-Петербурга в сервисах доставки. И понять, почему они заслужили такой низкий рейтинг. Мы будем учитывать не только качество привезенной еды, а вообще все возможные факторы, которые могут повлиять на баллы. И узнаем, реально ли в принципе получить оттуда какой-либо заказ. Да, есть и такие подозрения. Давайте начинать. Для эксперимента мне понадобилось двое помощников. Именно они под моим руководством будут получать и пробовать заказы. Наша оценка будет строиться максимально непредвзято. Поэтому выбор еды остается за мной, чтобы у моих агентов не появлялось желание выбрать только понравившиеся им позиции. Мы сразу договорились, если и да окажется... Бля, я бы выбирал только суши, наверное. Вот люблю суши. Несъедомные, они могут остановить... Как мразь. ...в любой момент. В очевидного избежания возможных... Вы еще заметили, что все мрази любят суши? То вот реальные мужики любят там, не знаю, вот хачапури какие-то вот такие, а вот прям мрази только суши. Отравление или прочих проблем. Приступаем к поиску заведений. Уже на старте ресерча я обнаружил несколько интересных моментов. Во-первых, в приложениях мы можем отсортировать рестораны только по высокому рейтингу. Все попытки отмотать список вниз специально прекращаются на уровне 4,7 баллов. Ты тоже мразь. Ну да. И? То же самое касается других сортировок, в том числе фильтров «Самая быстрая» и «Самая дешевая доставка». То есть искать ресторана придется вручную, совмещая множество вариантов сортировки и приложенных видов кухни. С использованием возможных ухищрений за несколько часов мне удалось обнаружить рестораны с рейтингом от 3 до 4 баллов. На первый взгляд, в них нет ничего необычного, кроме того, что в некоторых минимальный заказ стартует с 2-3 тысяч рублей. Забавно, но обычно это касается ресторанов, где позиции не отличаются высокой стоимостью. Поэтому вместе с агентом минимальным заказом можно было угостить целый подъезд многоэтажного дома. Вторая проблема, с которой я столкнулся среди редких представителей низкого рейтинга, это заказ еды только на самовывоз. Часто касается шаурмечных и кафетериев с дешевыми десертами и выпечкой. Такой вариант нам не подходит, поэтому я продолжил свои поиски. По итогу дня ресерча все же удалось найти десяток идеальных представителей дна айсберга и выбрать самых-самых. Вот по три ресторана из Москвы и Санкт-Петербурга, которые на данный момент можно назвать одними из самых худших по оценке пользователей сервисов доставки. Ради интереса давайте распределим их в порядке убывания рейтинга. Начинаем заказывать. Наши дебютанты из Москвы и Санкт-Петербурга лучшие из худших. Ресторан Бруклин Стрит, имеющий на данный момент рейтинг 3.8. За несколько дней до эксперимента он находился на отметке 3.4. Кебаб от шефа рейтинг 3.8. Заказ вы видите на своих экранах. Как могли заметить, бургерная имеет минимальный порог в 1000 рублей. Я 600 баксов. Несмотря на то, что находится в 10 минутах пешком от конечного адреса. 600 баксов. О, 600 рублей точнее, припутал. Бургеры и районы обошелся в 1650 рублей. В питерском ресторане все прошло попроще. Заказ сырная шурма с доставкой обошлась в 450 рублей. Заказы приняты, приготовлены и доставлены. Здравствуйте. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Оба с дебюня доставили вовремя. Теперь давайте узнаем, что с самой едой. Это бургер, раман. Смотри, выглядит ли он как... Лям. У меня прям ощущение, что бургер супер мокрый. Ну вот не знаю, есть такое ощущение. Он разваливается, но... Хотя, вроде нормальный. Как будто выглядит вкусно. Не, вроде нормально, хотя... Это раз. Другое от того, что мясо кажется каким-то сырым, я не знаю. Честно говоря, я бы лучше бы этот бургер никогда не заканул. Например, когда я бы ел бы в этом ресторане, бургеры по пятибалльной оценке отдал бы 2. Он плюс сухой. Вот эта ветчина, она прям сразу же бывает. А, даже так? Даже сухой наоборот? Ну это еще хуже, чем если он влажный. Курица как будто и понаборенная. Мне кажется, что ее вообще не доводили. Три пятибалльные оценки, потому что курицы довольно мало. Это все надо смешать. Это довольно неудобно, если ты заказываешь где-то... Я, я знаете, чего ты типа дохуел? Вот это, конечно, я не подсасываюсь к рекламе, но вот недавно я ходил в какой-то суши-бар. Причем, знаете, красиво выглядел. Я туда зашел, я вообще давным-давно не ходил в рестораны, но туда в этот раз пошел. И, ребят, я сказал Ромен. Вы сейчас охуеете, чуваки. Ромен там стоил, внимание, 600 рублей. И он был хуже, чем вот этот, который, знаете, доставляют из Яндекс.Лавки. Прикиньте? То есть, вот в Яндекс.Лавке сколько стоит Ромен? 200 рублей? Что такое? 150? Ну, кажется, 200, по-моему, 200 где-то. Прикиньте? Я вообще не понял, типа, как ты кто-то в этих суши-барах? Не дома, чтобы смешать, это все, что реально я бы причутал. Ну, есть это можно, это неоткратно, как с этим бульгером. Например, этот бульгер я бы никогда бы не заказал, никогда бы не поел бы. Это же Ромен с курицей я бы поел. Хотя курица сама по себе, вот, кажется, не доводила. Сразу, что могу сказать, это то, что привезли ее очень быстро, буквально 15 минут доставка заняла. А единственное, что она холодная. 15? Да, ну, она прям, ты трогаешь, она полностью холодная. Я вообще теплых участков не ощущаю. Ну, да, сейчас буду пробовать. Ну, так зима, что вы хотите? Наверное, без этого, без термосумки. Так ладно, разогреть, ну, 15 минут, это очень быстро. Приехала холодная с задержкой. Приехала холодная с задержкой. Чел пишет, а ссылка на Альгуль. Ты вообще долбоеб? Я ей поставил оценку двойку. Если бы хоть немного была теплая, поставил ее, может, тройку, но по вкусу все равно не то. Слишком много лаваша и соус даже кислый немного. Ну и плюс лук в шаверме. Я такое не люблю. Не знаю, нигде не пробовал даже до этого. Итоговые оценки наших помощников. Бруклин-стрит 3 балла, кебаб от шефа 3 балла. Забегая наперед, хочу сказать, что нашему помощнику из Москвы стало не по себе через несколько часов после дегустации. По его мнению, это связано именно с бургером. Я напомнил ребятам, что в случае любой опасности они могут не пробовать еду. После чего мы продолжили дальше скатываться по рейтингу. Наши следующие конкурсанты... Блядь. Кстати, от бургера спокойно могло быть что-то. Мамасаби Питер Азия Рум. Заказ на ваших экранах. Ждем доставки. 370 рублей за Калифорнию. Мне сейчас, знаете, как нравится? Вот этих всех ресторанах, вот сами блюда, вот эти все категории, они выглядят потрясающе. То есть смотришь на них и думаешь, господи, вот прям хочется кушать. Особенно, знаете, когда вот ты хочешь есть, я думаю, все меня поймут. Ты даже не думаешь про то, сколько тебе нужно для того, чтобы вот это чувство сытости пришло. Ты просто набираешь все подряд и думаешь, блядь, я съем сейчас все. Принеси мне даже, там, не знаю, самый худший борщ на свете, я съем его. А ты еще смотришь на эти картиночки и тебя вдвойне вот это завлекает, думаешь, сука, и так вкусно выглядит. Тебе приезжает, ты открываешь, а там, ну, там это. Просто какая-то хуйня рваная. Что? Начнем с Москвы. Васаби. История здесь получилась интересная. Как мы все знаем, при оплате любого заказа, приложение перекидывает нас на экран подтверждения от заведения. После чего начинается процесс приготовления. Но прошло 15 минут, полчаса и даже час, заказ так и не был принят. Мы пытались дозвониться до ресторана, но попытки не увенчались успехом. Пишем в поддержку, и они сообщают нам о том, что заказ попросту не дошел до ресторана. Рекомендуют сделать его еще раз. Вернули деньги и дали промокод. Попытка номер два, то же самое. Такое, кстати, бывает, такое реально бывает. Попросту не принимают. Мы повторили диалог с поддержкой, решили попробовать в другом приложении. Внезапно заказ моментально приняли, но даже после этого мы ждали его доставку полтора часа. Что ж, стоило ли того ожидание? Заказали у нас здесь сушателепорные. И это курочка. Но по запаху они свежие, это 100%. Сейчас попробуем курочка. Довольно маленькая курса. Выглядит довольно аппетитно. Да, надо, надо. Это вкусно. Да, это вкусно. Ну, кстати, выглядит круто. Как рисунок. Ля, знаете, что имба на самом деле? Гречневая лапша. Ля, вот это самое имбарит. Гречневая лапша с курицей. Вот это самая вкусная вещь, которую вообще, когда я когда-либо ел. Из вот такого плюс-минус здорового. Это вкуснее. Это просто вкуснище. Хуя, вы не понимаете, ребята. Это вот из что-то вот такого полезного, что, в принципе, ну, нормально. Это просто имба. Наш питерский ресторан Азербан тоже успел отличиться. Заказ приехал вовремя, но это никак не скрасило мнение помощника. Вот, короче, суп. Так вот выглядит. Я просто не хочу... Блять, что это? Сушь с лососем? Никак не скрасил мнение помощника. Вот, короче, суп. Это роман? Вы ровнете, сука? Такое ощущение, как будто чел на сал и гороха накидал с грядки. Вот у вас тоже, я уверен, на улице там, типа... Есть же у вас бабушка, наверное, и грядка, да? Она с бабушкой всегда прилагается. Это дефолт. У нас был горох. Вот там точно такая же херня была. В точности. Так вот выглядит. Просто берешь стебель и кидаешь. Просто не хочу его пробовать. Он пахнет очень неприятно для меня. Может, это мне так запах переходит. А вот рыба. Ну вот по цвету видно, что она... Не знаю, ну как будто бы уже все. Ну по вкусу такое, типа... Можно съесть, если ты там сильно голодный будешь, что съесть, может... По итогу оба агента... Ну, слушайте, агроменные. ...свои заказы. Оценка по одному баллу. Переходим на самый низкий уровень. Это худший представитель доставки, из найденных мной на момент эксперимента. Питер, Жанху, Москва, Суши, Райль, рейтинг 24. 24. Это самый низкий результат, который я когда-либо видел. Делаем заказ, и он снова на ваших экранах. Сколько? 24. Это самый низкий результат, который я когда-либо видел. Делаем заказ... 1500? И он снова на ваших экранах. За 2,3 рейтинг? Блядь, не слишком ли... Ну... Спасибо. Так, а, это другой чел. Я скупнул, что чел суши, да? Так, вот приехал суши, Роу. Начнем с представителя питерской интеллигенции. Здесь нас, можно сказать, обманули еще до вручения заказа. Без всяких уведомлений, звонков, предупреждений, списка блюд удалили матчелаты. Наш заказ после того стал выглядеть довольно комично. Один небольшой ролл за 200 рублей с итоговой стоимостью в 730 рублей. Вряд ли кто-либо хотел бы столько переплачивать за доставку сервис. Но выяснилось это уже после приготовления заказа. Ну, кстати, на самом деле, такое часто бывает в доставках. Ну, конечно, вот именно из-за того, что они заказали только 2 позиции, это выглядит точно смешно. Но в целом, ну, такое бывает, чат. Давайте будем честны. Прям, ну, такое бывает. И не только у каких-то там ресторанов с низким рейтингом. И у больших тоже. В данном случае, конечно, не повезло мужику. Каза. С Москвой ситуация не лучше. Наш заказ доставлялся более 2 часов. Ладно, давайте оценим качество еды. Так, вот ролл. Так он выглядит. Так, вот упакован. Уже полностью холодный. Ну, чтобы вы понимали, шел 2 часа ровно. Я заказывал 7 уже 9 часов. Он опять же полностью холодный вообще. Чуть-чуть что-то есть там внутри теплый, но он даже не чувствуется. Сейчас буду пробовать. Делаем последний обзорный кул из ресторана Сушка Яль. Оценка здесь куча. Хоть одно радует, то, что курьер извинился со долгой заставки. Но в случае для меня это очень многое шеда. Не знаю. Блядь. Сука. Она обветрилась. Че с ней не так? Это, блядь, может это камера просто такая? Да, это походу цветкоррекция. Хотя нет, там прям видно, что проничь, что она обветренная. Для меня это вот штука очень многое шеда. Не знаю. Блядь. Лосось по запаху довольно странный. Может быть... Страшно, честно говоря, это не есть. Вот это я хочу попробовать. Ля, я бы не рисковал. Вот Филадельфию есть. Вообще бы не рисковал. Я говорю, ее не со соевым соусом надо есть. Ее надо со спиртом просто хуярить. Чисто наливаешь там, знаешь, не знаю, там рюмочку. И туда, блядь, сушену. Только так, только так, серьезно. Я бы зассал. Ну, честно, я бы зассал. Меня Филадельфия очень смущает. Ну, я опять не могу. Это коррекция? Хотя, говорю, просто и даже без этого выглядит как-то странно. Выглядит нормально. Ну, честно говоря, это еще ладно. Можно есть. Пробуем. Но само по себе вкусно. Ролл оказался слабо съедобным. То же самое можно сказать и про суши, на который, напоминаем, мы потратили 1750 рублей. Это была минимальная цена заказа. Итоговое время ожидания 2 часа. Очевидно, что за такие деньги и с таким качеством еды оценка от помощников будет вполне справедлива. 1 балл из 5. Конечно, ждать чего-то большего от ресторанов с таким низким рейтинга был нереально. Ну, как бы мы узнали об их существовании без этого эксперимента? Интересный факт. Некоторые рестораны... Ну, кстати, я помню, как ты, короче, сидел. Блядь, хочу заказать что-то необычное. И начал лезть в самое-самое днище Яндекса. Яндекс.Доставки. Искал что-то прям в очень... Ну, то есть, знаешь, что как бы оценку не имеет супер низкую, но при этом очень интересно. Бля, я помню, как заказал какую-то хуйню. Стейк. А стейки, вы должны понимать, что заказывать стейк в доставке это значит быть, ну, наверное, очень... Очень оптимистичным человеком. Потому что стейк вам никогда не приедет вкусным. Вообще никогда. Ну, это просто невозможно физически. И я заказал, и знаете, было, в принципе, вполне нормально. Вот именно такого говна у меня не было. То есть, ну, обычный дефолтный стейк привезли. То есть, заказал бы его, не знаю, из этого, как он называется, блядь. Фарш, по-моему, там стейки, да, возят? То есть, фарш... Вот фарш и та хуйня примерно одного тоже... Того вкуса. Вот то же самое примерно. Ким рейтингом, которые были на нашем обзоре, уже спустя несколько дней магическим образом нарастили себе по одному баллу. Добрались до вп... ЧЕГО?! ...вполне безопасные отметки в 4,5 баллов. Поэтому будьте очень осторожны при выборе ресторанов и учитывайте количество оценок, а также оставленные отзывы. Держите в голове, что они могут быть накручены, чтобы не попасться на черную скалу. Ля, охренительно. То есть, по факту, заказывать можно только ебучий бургер кинг говно. Портить себе как вечер, так и самочувствие. В этом видео мы решили рискнуть и удостовериться, что бывает с такими необычными заказами, которые вряд ли бы попались вам в повседневной жизни. Не пытайтесь повторить это дома. Выполненные профессионалами. Все дополнительные материалы к видео вы найдете в моем телеграм-канале. Ссылочка в описании. Расскажу и покажу еще немного мира худших доставок по версии пользователей. А с вами был Саня Хрещенников. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой ютуб. Пиздец. Просто пиздец. Пиздец.